Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Tilda в CRM-систему мой склад. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Tilda в другие системы. Например, в CRM-системе мой склад вести учет всех заказов из Tilda удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Tilda. Теперь необходимо указать действие. Получить данные из форм. На этом этапе необходимо создать новый виртуальный аккаунт Tilda в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо скопировать URL для приема данных, на которое будут поступать данные о новых заказах или заполнении формах сайта на Tilda. Теперь необходимо перейти в ваш личный кабинет Tilda. Если хотите, вы можете произвести дополнительные настройки. Не забудьте подключить этот вебхук ко всем формам на сайте и опубликовать изменения на страницах. Теперь необходимо перейти на ваш сайт и заполнить форму или создать новый заказ, для того чтобы новые данные сгенерировались в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные, которые здесь отобразятся после заполнения формы на сайте. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Мой склад». Теперь необходимо указать действие «Отправка заказов». На этом этапе необходимо подключить аккаунт «Мой склад» к системе Apex Drive. Введите данные для авторизации в ваш личный кабинет «Мой склад». Когда подключенный аккаунт отобразился в списке активной аккаунта, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо заполнить поля данными, которые будут отправляться в «Мой склад». Для того чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в поле данных и выбрать ее из выпадающего списка. Продолжение следует... Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в мой склад». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в «Мой склад» успешно завершена, теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...